Здравствуйте, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы и все те, кому не безразличен проект двигателей Дуйнова. С вами Александр Сударев. И сегодня я хотел бы поговорить с вами об особой экономической зоне в Алабышево, почему проект двигателей Дуйнова хочет туда вступить и какие трудности были на нашем пути. Также в конце видео я поделюсь с вами одним из самых важных на сегодняшний день событий из жизни проекта. Итак, как известно, проект двигателей Дуйнова намерен стать резидентом особой экономической зоны Технополис Москва и приступить к созданию инженерно-конструкторского бюро на площадке Алабышева. Строительство предприятия запланировано на территории одной из особых экономических зон технико-внедренческого типа по ряду причин, среди которых бесплатная инфраструктура, место расположения недалеко от Москвы, удобная транспортная развязка, а также налоговые, административные и таможенные льготы. Примеры вы можете видеть на своих экранах. Также резиденты особой экономической зоны Алабышева освобождены от уплаты НДС и ввозной таможенной пошлины. Это значит, что строить конструкторское бюро дешевле. Невысокие налоги повышают конкурентноспособность продукции проекта Дуйнова, а готовая социальная и транспортная инфраструктура привлекают в Алабышева хороших специалистов. Стоит отметить тот факт, что командой проекта была проделана огромная работа, которая оставалась за кадром, а в новостях освещались лишь ее промежуточные результаты. В первую очередь состоялось согласование участка для строительства предприятия. Изначально Савелмаш был выделен участок номер 29, но из-за неподходящей формы выбор был сделан в пользу другого, более удобного участка под номером 16. Сейчас на ваших экранах вы видите план расположения участков на площадке Алабышева. На схеме заявленный участок пока числится за другой компанией, договор с которой был расторван. Итак, для того, чтобы сформировать пакет документов для подачи заявки на рассмотрение, были подготовлены экономическое моделирование, предпроектное техническое задание, проектная документация административного производственного комплекса и, собственно, сама заявка. Для укрепления позиций Савелмаш и получения одобрения и согласования заявки в различных инстанциях было подписано соглашение с крупной финансовой компанией, которая гарантирует, что в случае недофинансирования проекта она выступит источником недостающих средств, либо станет инвестором, либо кредитором. Также стоит отметить, что на завершающей стадии решения вопроса о вступлении проекта в особую экономическую зону заседание комитета по вопросу получения статуса резидента по независимым от нас причинам несколько раз переносилось. Ну а теперь давайте поговорим о самой важной и значимой новости декабря. Итак, 17 декабря состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросу получения компаний Савелмаш резидентства особой экономической зоны. После долгих месяцев ожидания проект двигателя Дуйнова прошел все необходимые согласования и был утвержден на вступление в особую экономическую зону Технополис Москва на площадку Алабышева. Сейчас проходит этап оформления протоколов и соответствующих бумаг. На основании этого есть необходимость актуализировать проект с учетом принятых решений, провести корректировку графика выполнения работ, с учетом которого будет производиться и корректировка СМЕД. После предоставления всех актуализированных документов Савелмаш будет заключен договор, с момента подписания которого проект двигателя Дуйнова становится резидентом особой экономической зоны. Команда уже приступила к необходимым действиям. А именно, запрошены коммерческие предложения у нескольких застройщиков. На основании предложения, которое станет оптимальным для проекта, будет разработан архитектурный план и выполнена проектная документация на строительство. Уже даны распоряжения о приобретении временных переносных сооружений, бытовых для строительства площадки. Уже скоро приступим к подготовке зоны для застройки будущего конструкторского бюро. Это большой и очень долгожданный шаг для проекта. Об этом мы уже рассказывали. Планируется установочная партия данного контроллера. Велосипед с этим контроллером и мотор-клесом Дуйновым был представлен в частности в сентябре на нашей конференции. Многие могли увидеть и даже прокатиться на этом велосипеде. Соответственно, сейчас команда приступила к комплектации контроллеров не только для этого низкого напряжения, но и для напряжения больше, чем мог позволить прошлый контроллер. Соответственно, будут создаваться 5-10 прототипов таких контроллеров. Поэтому, друзья, работа над контроллерами продолжается. Это очень важное направление. И это действительно показывает высокотехнологичность компании, поскольку, поверьте, разработать контроллер могут вообще единицы компаний в мире, кто вообще этим занимается. А спрос на контроллеры повышается и растет параллельно со спросом на электродвигатели. Поскольку, еще раз, какой бы ваш двигатель не был эффективный, если у вас нет соответствующего контроллера, он не покажет необходимых характеристик. Будет хуже. Именно поэтому мы в этом направлении работаем. Это тоже очень и очень важная новость. Вообще, на мой взгляд, в нашем проекте контроллеру не так много места достается информационного. Ну, конечно, именно по той причине, что все-таки компания занимается именно разработкой двигателей. Но когда на живых встречах, я очень хорошо это запомнил, когда я говорю про контроллер, все были просто в восторге, потому что те люди, кто понимают, насколько это важно, конечно, они сразу на это реагируют, они понимают огромные. Я думаю, что многие из вас помнят про углешлифовальную машину, про которую мы уже рассказывали. Соответственно, сейчас можем говорить о том, что начаты испытания этой углешлифовальной машины с перепроектированным приводом. Первое же испытание вывели из строя редуктор. Сейчас ищутся варианты решения этой проблемы, так как в планах завершить эти испытания до конца года. Поэтому испытание углешлифовальной машины продолжается. Ролики вы можете посмотреть на ютубе, это все есть. Александр Сударев подробно рассказывал, что это и зачем. Вот работа в этом направлении также идет, и она очень важна. Конечно, самая важная новость, которая была озвучена Дмитрием Александровичем Дуиновым на прошлом вебинаре, это то, что нас, друзья, наконец-то утвердили в особой экономической зоне Алабышева. И совсем скоро с нами будет подписан договор, и мы с вами становимся уже резидентами этой особой экономической зоны. И уже там компания приступит к строительству будущего конструкторского бюро. Многие со мной согласятся, что это было одно из важнейших событий проекта в целом. И честно, я вот так смотрел потом на реакцию в чатах, в новостях. Мне кажется, такой реакции, такого праздника в чатах не было ни после какого события в нашем проекте. Действительно, этого все ждали, это очень важно. Но тут некоторые задали вопрос, особенно те, кто недавно с нами, а что такого в этом особой экономической зоне, почему все так радуются, почему это важно, да, и зачем нам вообще нужно было получать землю именно там, почему бы нам не купить, как некоторые говорили, землю в Подмосковье, или просто купить здание готовое, где можно было бы развернуть конструкторское бюро и необходимости реализации проекта. Что такое в целом особая экономическая зона? Это такая некая ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории нашего государства. Она является неким таким сосредоточением инновационных производств и технологических компаний. Вот, соответственно, основная цель подобных, да, зон, это именно решение задач экономического развития государства. Вот, именно поэтому государство эти особые экономические зоны делает. Вот, соответственно, опыт создания подобных зон за рубежом достаточно большой, они давно там уже практиковались. В России они начали появляться с 2005 года, и многие компании уже успели воспользоваться этой возможностью, в том числе и именно проект двигателя Дуинова также решил стать резидентом особой экономической зоны, именно особой экономической зоны Алабышева. Какие преимущества, да, вот главная экономическая зона, какие преимущества это дает? Ну, первое, это большие энергетические и инженерные мощности, да, это наличие специализированного таможенного поста, логистического центра, складских помещений, удобной транспортной развязки. Также мы можем говорить о достаточно большом количестве административных, финансовых и налоговых коллегот, которые предоставляются участникам этой особой экономической зоны. Соответственно, достаточно упрощенный порядок взаимодействия с государственными учреждениями, ну, очень большое, да, очень большое количество преимуществ, ну, если вот так вот выделить, да, несколько еще раз коротко, я скажу так, то, что первое, это достаточно большие налоговые и финансовые льготы, это бесплатная территория, ну, и землю, в принципе, покупать не нужно, да, ну, и, конечно, это готовая инфраструктура, вот, то есть, что подведены все коммуникации, там рядом и железно, значит, это станция железнодорожная, Алабышево, она так и называется, и на машине туда можно, и на автобусе добраться, это очень важно, и не просто для удобства, вы должны понимать, что при построении проекта, соответственно, так, вижу какого-то, нужно забанить в чате, ну, все, забанил, так, соответственно, да, для того, чтобы такой проект реализовать, нам нужно достаточно большое количество высококвалифицированных кадров, удобно добираться до работы, когда им удобно и приятно находиться в том месте, больше шанс, что такой человек согласится работать именно там, и туда легче привлечь таких специалистов, ну, я думаю, что вы понимаете, это и без лишних слов, поэтому, действительно, это того стоило, и команда проекта практически сразу, да, после начала финансирования начала работать по вступлению в эту особую экономическую зону, и, в общем-то, этот процесс продолжал, тек следующим образом, да, сначала было согласование участка, потом подготовка всех документов, да, это экономическое моделирование и бизнес-план, и проектирование самого производственного комплекса, потом это подписание соглашения с крупной организацией, которая, к сожалению, подписан договор от дофинансирования не получится, эта компания наш проект дофинансирует. Вот, то есть все эти пути мы прошли, далее было, значит, подназаявка, эта заявка была одобрена, затем мы ждали непосредственно заседания комиссии по вопросу вступления в особую экономическую зону Алабышева, и после долгих месяцев, да, проект Дуино все-таки все изучили, соответственно, он прошел все согласования и был утвержден наступление в особую экономическую зону, правильно она сейчас даже называется, Технополис Москва, площадка Алабышева. Вот, соответственно, теперь, в скором времени идут этапы, вот сейчас подготовление, и с вами будет подписан договор. Вот, соответственно, для того, чтобы был подписан, нам нужно все актуализировать, поскольку прошло время с того момента, пока мы подали заявку. Также, если вы помните и знаете, у нас с 2019 года ставка НДС возрастает с 18% до 20%, соответственно, нужно также все это перерассчитать с учетом этой ставки, и после этого мы можем говорить уже о подписании договора и становлении резидентами. Но при этом уже сейчас работа, значит, идет, были запрошены коммерческие предложения у нескольких застройщиков, вот, будет приведен конкурс между этими застройщиками, и оптимального для нашего проекта застройщика выберем, и, соответственно, он будет заниматься именно строительством будущего контрактского бюро. На данный момент можем уже говорить о том, что даны распоряжения о приобретении временных переносных сооружений, это так называемые бытовки для строительной площадки. Скоро будет, команда приступит к подготовке зоны для застройки будущего предприятия, ну, потому что там элементарно все взросло бурьяном, то есть нужно все подготовить. Как у вас дела с приемкой лазерного оборудования, переводом стенда до 100 кВт, значит, по лазерному оборудованию сейчас составлено приемки с замечаниями, с доработками, которые должны быть устранены, вот же, но потихоньку на нем все равно работаем. До 100 кВт, значит, я уже сказал, что датчики тока уже пришли, их корпусировали, единый корпус, сделали подключение, потому что там же надо подать питание, сигнал снять с них, все остальное, и для того, чтобы было удобно и безопасно, устанавливать на стенде, все-таки работа делается, значит, договор на поставку нагрузочных машин, мурт, полумурт уже подписан, и аванс проплачен. Павел говорил на прошлом вебинаре про освоение производства и шлифовальную машинку. Какая потенциальная сумма заказа? Может, тогда закрываем вход, даже если потенциальная сумма, объявите количество долей, что без мухаржа. Василий, но Павел, может, немного неправильно выразился, либо немножко неправильно понял, мы говорили о том, что мы приступили к испытаниям углашлифовальной машины со синхронным мотором, приводом, совмещенными обморками, что этот двигатель был полностью перепроектирован, спроектирован непосредственно по эти обморки, и приступили к испытанию. Значит, эта разработка инициативная, по собственной инициативе, исходя из понимания ситуации на рынке, в частности, с законодательством европейским, запрещающим введение в оборот электроинструмента с коллекторами двигателями. Поэтому эта работа на перспективу, и она велась еще до того, как была создана компания «Соломаш» и открыт инвестиционный проект. И мы понимаем перспективы, и понимаем, что эта работа может быть выполнена с минимальными затратами, исходя из тех возможностей, которые имеются у проекта, и имелись на тот момент. Но на сегодняшний день эти возможности значительно выше, ну и, соответственно, и этот проект, эта разработка стала двигаться, более интенсивно продвигаться. Так, что-то выбегает, извините. Значит, сумма заказа пока нет, я просто уже объяснил, как это направление будет двигаться. Поэтому ничего закрывать не надо. Таких инициативных разработок ни одна ведется, потому что на одну ставку делать нельзя. Вот поэтому есть еще работы, о которых мы поговорим уже после Нового года. Подскажите, мотор 318 габарита постоянного тока? Павел, нет, это трехфазный асинхронный мотор с питанием от контроллера, а контроллер питается уже постоянным током. Поэтому сам мотор колесо 318 габарита это машина переменного тока, трехфазный. Опишите, пожалуйста, масштабы и темпы будущей стройки в Алабаши. Где планируете начинать? И чего хотите достичь? Валерий, масштабы? О! Шутка. Но о том, что там делается, уже на вебинарах по вторникам рассказывает Павел. Это инжиниринговая компания. Создание ее материально-технической базы, которая бы позволила проектировать и изготавливать установочные партии машин электрических вращающихся, асинхронных, с короткозамкнутым ротором, совмещенными обмотками, соответствующих общих специальных назначений, соответствующих классу энергоэффективности ниже Е3. Ну, это если коротко, значит, площади первого этапа порядка 6 тысяч квадратных метров планируется начать сразу же после подписания договора. Достичь чего мы хотим? Достичь мы хотим финансового результата, который позволил бы удовлетворить интересы инвесторов в части не только покрытия затраченных инвестиций, но и получения дополнительных прибыли. На каждую вложенную рубль в размере не менее 3 рублей. Чтобы не только покрыть затраты, но и получить еще прибыль, не считая там всевозможных шифр. Бонусы, прочее, прочее. Это так вот. В общих словах есть. Но на самом деле, все это уже говорено переговорами много раз. Ну и, наверное, во вторник придите. И Павел всегда рассказывает более развернуто. За поздравления спасибо. Архитектурный план проектной документации на строительстве КБ делается на основании ранее принятой проектной документации. Долго делается эта документация. Павел, но достаточно долго. У нас предпроектное техническое задание мы разработали. Оно разработано, есть. А проектно сейчас мы отобрали ряд предприятий потенциальных подрядчиков. и вот с ними сейчас согласуем. Сейчас коммерческое предложение по ценам согласовывается, но и под них уже будет непосредственно архитектура части проектной документации, архитектурные планы и все остальное прочее. Сейчас мы исходя из изменившейся ситуации в связи с утверждением проекта уже предпринимаем определенные, более конкретные действия. Потому что до принятия целый ряд шагов был заморожен. Сейчас мы все это разворачиваем. С оптим электро-контроллером продолжайте сотрудничать? Нет, не сотрудничаем сейчас. Пороясните, кому будут принадлежать разработки моторов, которые начаты до начала созданности бумаж. Его получат прибыль в итоге после их продажи. Алексей Берцов. Но, так как и говорил, что разработки моторов будут принадлежать сумму бумаж. Независимо от того, когда они были начали. Потому что мы говорили, что проектирование новых электронических машин это прерогатива своего бумажа. И даже несмотря на то, что там другие, в рамках компании СПП и Аспромт вывезли эти работы, но тем не менее правообладателем будет своего бумажа. А за счет чего рентабельность такая высокая в продаже технологий? Андрей, ну это всегда так было. Во все времена, именно поэтому силиконово долина. Соединенные Штаты ведь они разрабатывают технологии, а производство размечают в Китае. Поэтому на продаже, на транспорте технологии максимальная рентабельность, максимальные доходы. Требуют ли от вас дорожную карту проекта и знаете ли вы хоть одну успешную стройку, проведенную по ней? Естественно, финансовый план и все остальные документы, дорожную карту, естественно, поэтому мы же корректируем сейчас план график. Я не называю дорожную карту календарным планом по старинке, или план график работы. Сетевой график, там все что угодно. Вот да, требуют. Но по советским временам я занимался стройками, всегда соответствовал. Сейчас, ну, любой проект, который разрабатывается, ну, всегда вносятся коррективы в ту либо другую сторону. И, как правило, успешными являются проекты, которые идут в зарубежные компании, либо с участием государственного финансирования. Но, учитывая то, что в рамках Российской Федерации кралдинвестных проектов практически нет, поэтому опыт строительства с участием таких программ, которые мы с вами ведем, еще для России неизвестен. Дмитрий Александрович, можно Ярославу Старокину заехать к вам за эти интервью со вступления из ДНР? Это важно для имени же в Саламаш интернете, люди ждут. Владимир, завтра нет, понедельник тоже за я уже встречи не отменю, и там достаточно насыщенно. Ну, надо посмотреть более что. Ну, во всяком случае, до следующего четверга достаточно плотно. Я с Ярославом созвонюсь, мы обсудим с ним этот вопрос. Возможность ведения рвотного бизнеса в Алабуши, ну, до тех пор, пока мы были президентами в Алабуши. Но много преимуще, поэтому мы вот когда читали, смотрели, что оптимально, с чего начать, вот определили ряд электрических машин, которые надо проектировать в первую очередь. Даже по собственной инициативе. Вот поэтому когда у нас образцы будут готовы, сделаны и уже аттестованы, получены характеристики в лаборатории, подтверждены и все остальное с программами, с методиками, вот это все вместе, это и есть товар, с которым можно уже выходить на потенциальных потребителей, а учитывая то количество компаний и брендов, которые производят подобные модели, то поле для переговоров получается достаточно широкое. Так что вы правы. Соломаш будет иметь акции, ну со временем он будет реорганизован в публичном обществе. Поэтому должны быть этапы, невозможно допустим с детского садика с розыском оконуть в институт. Это ненормально даже в том плане, что если даже и вундеркинд родился, то возраст. Потому что я много видел людей очень талантливых, которые перескочили через целые этапы, но никого из них не видел успешно. Как правило, это люди уже потом, которые несуясь в возрастную группу, ничего хорошего из этого не получилось. Даже в историческом плане. Поэтому все этапы должны пройти. Становление и рост. молниеносно это не произойдет. Поэтому много ПАО, ОАО и так далее. Но если вы посмотрите, все они бывшие постсоветские предприятия, которые прошли этап приватизации, которые были переформатированы в акционеры общества из государственной собственности. Это уже состоявшийся предприятие, состоявшийся бизнес. А с нуля сразу бах и публич акционера общества теперь такого не бывает. Когда будут продаваться доли своего марши? Ну, только тогда, когда он будет реорганизован акционером общества открытого типа, публичный. Тогда будут доли, вернее, тогда не доли будут, а акции, и тогда можно будет продавать свои акции, и, кроме того, можно будет делать эмиссию акции. И эмиссия подразумевает привлечение дополнительных средств за счет выпуска дополнительных акций. При этом акции могут быть как именные, так и простые, так и привилегированные. привилегированные акции гарантируют доход на одну акцию фиксированную, но при этом они не могут участвовать в голосовании и принятии решений. Поэтому какой тип акций будет выпускаться, это будет уже решаться на последующих этапах. А сейчас, я думаю, забегать вперед пока рано. Пока рано. Уважаемые коллеги, я вроде бы ответил на все вопросы. Вебинар прошел немножко в философском духе, немножко не такой как всегда. И он шел в форме живого общения. Вопросы и, в пример, многим вебинарам практически не содержали троллинга, что очень отрадно, приятно видеть. Все они по существу, по делу заданы с пониманием дела, с глубоким пониманием. Чувствуется, что люди, которые задавали, партнеры, которые задавали, глубоко в теме, глубоко переживают и живут уже в проекте. Поэтому вам огромное спасибо за вопросы, за ваше терпение выслушать и не уйти с вебинара от скуки. и тем более спроектированные славянные славянки. Уважаемые коллеги, спасибо, до свидания, до Нового года у нас еще с вами время есть, я думаю, будут еще новости, еще что-то успеем сделать и встретиться. так что работать продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова